В настоящий момент на одном российском полуострове в Черном море развелось некоторое количество блогеров-крымчан, которые, конечно же, вещают вам о всяком дерьме. Например, про Ялту, Алушту, Фарос, цены в Крыму и прочее, прочее, прочее. Или про какие-то там другие мусорные места Крыма, куда толпами ломятся панаехи 777-ми, 150-ми, 50-ми и другими кодами регионов на номерных знаках их кредитопомоек. Я уже давно понял, что в русскоязычном сегменте ютуба есть только один крымчанин, который может рассказать вам о самых интересных местах моего родного Крыма. И о самом лучшем пляже, например, с кристально чистой водой. Конечно же, этот крымчанин это я. Все дело в том, что я совсем недавно посетил одно мероприятие на большой земле, где меня неожиданно, но любезно встретили мои любимые комплексы 96К6. А так как в свои 17 лет уже довольно неплохо я научился читать знаки судьбы, я решил, что стоит поведать вам о некоторых интересных местах на одном российском полуострове. Конечно, не обо всех, а о самых простых для доступа, тех, куда легче всего пробраться и где вы получите массу эстетического удовольствия. Естественно, если вы мой подписчик, а не топливо для биореактора. Все это делал я на обратном пути, у меня особо много времени не было, да еще и в жару 35-37 у меня быстро поубавилось, скажем так, желание сфотографировать абсолютно все и везде. Так что, как я сказал выше, остановлюсь на самых простых для доступа местах и на тех местах, которые я считаю вообще обязательными, обязательными для посещения, если вы приедете в Крым. Фактически сразу после проезда по мосту, который строила команда моушн-дизайнеров с Мосфильма, за развязкой на выезд из Керчи притормаживайте и смотрите налево. Там вы увидите часть радиотехнического обеспечения ВКС РФ. Но притормаживать, конечно, останавливаться я вам там не рекомендую, потому что там просто это негде делать, по большому счету. Но, в принципе, на достаточно короткой выдержке можно все сфотографировать и так, даже не вылазя из автомобиля. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, радиолокационный модуль дециметрового диапазона РЛМ-Д, который является частью мобильного радиолокационного комплекса 55G6М Небо-М. И, конечно же, всеми узнаваемое П-14, это двухкоординатный РЛС метрового диапазона дежурного режима. Хотя, во время обработки фотографий я пытался рассмотреть, на какой она базе и так и не понял, так как у П-14 есть ряд модификаций в зависимости от ее исполнения, мобильного или не очень мобильного. Но суть в любом случае от этого не меняется. Можно также заметить наземный радиолокационный запросчик большой мощности 77E6, а рядом на снимке красуется 55G6 Небо, это РЛС трехкоординатная метрового диапазона. На переднем плане уже всем известный ЗРПК. Между ними там можно заметить на фотоснимке затесался радиолокационный высотомер, но меня он как-то интересует меньше всего, скорее всего это ПРВ-13 надежность. Ваш путь в любом случае будет лежать через Феодосию и уж поверьте, мимо проезжать вам не стоит. Едете через Феодосию строго на юг, в сторону гор. В любом случае через Феодосию вы проедете быстро, потому что город маленький, в нем вообще нет никаких пробок и очень мало туристов на самом деле по сравнению с другими городами в Крыму. И кстати готовьтесь к тому, что везде там паркуется правым рядом, в Крыму это вообще норма, если только не в центре Севастополя и Симферополя, в принципе эвакуировать у вас автомобиль нигде не будут. Я конечно вам не рекомендую становиться правым рядом, в любом случае у вас просто это не получится сделать, потому что все они уже заняты. После того, как вы пересечете Феодосию и упретесь в этих горы или холмы, называйте их как хотите, хотя скорее все-таки их наверное можно назвать горами, готовьтесь пробираться через садовые товарищества, где в каждом дворе вы будете видеть все те же номера с регионами 777, 150, 50, которые изредка будут разбавлены 123 и 161 регионом. Ну то есть всех вот этих вот оккупантов. Причем то, что на всех картах отмечено как дороги на спутниковых снимках, на деле ими не является и на своем Солярисе вы можете там вполне не проехать. Так что придется в любом случае топать на своих двоих. Лично я для остроты ощущения рекомендую пройти по тропе к садовому товариществу Портовик. Там вы дойдете до места, где будет висеть табличка с информацией, что территория охраняемая и ведется видеонаблюдение. И если у вас объектив с фокусным расстоянием в 300 мм, то для вас не составит особого труда сделать пару замечательных снимков, на которых будут изображены радиопрозрачные укрытия для РЛС. Как их конкретно сказать сложно, такой информации в открытом доступе нет, а гадать какие там внутри находятся РЛС я смысла не вижу особого. В любом случае понятно, что задача их состоит в том, чтобы в дежурном режиме просматривать небо над акваторией Черного моря. Если проехать дальше в сторону Ильинского маяка, но свернуть направо, то вы проедете как раз мимо двух объектов вооруженных сил РФ, причем вдоль забора одного из них, где за вами будут пристально наблюдать часовые, которые по своей комплекции совсем не похожи на срочников. Там около креста можно сделать замечательные снимки природы в сторону судака, особенно если фотографировать, если хорошая видимость, то в принципе вообще будут идеальные фотографии. Но в любом случае, если вы повернетесь в сторону леса, рекомендую это делать уже, когда вы немного спрячетесь за рельефом местности от часового, то над лесом запада виднеется, соответственно, всем знакомый всевысотный обнаружитель 96L6 комплекса С-400 Триумф, который приблизительно года два назад здесь заступил на дежурство. Может быть где-то года полтора, я уже точно не помню. В любом случае, в такую жару мне не очень хотелось в 35-37 градусов в тени лезть через лес, чтобы сфотографировать позиции самих комплексов. Возможно, как-нибудь в следующий раз, и в любом случае повторюсь, там часовые очень бдительные. Дальше, естественно, рекомендую сразу ехать в Саки, конечно же через Симферополь, потому что по-другому вы там не проедете. Объедете Симферополь, затем уже когда доедете до Саки, сворачиваете влево с трассы в сторону Михайловки, но вы там не запутаетесь, там все очень рядом. Сразу за который, по сути, небольшое расстояние начинается колючка аэродрома, где ни в коем случае нельзя фотографировать Су-30СМ и Су-24М морской авиации в МФРФ. Перед этим, конечно же, вы пронаблюдаете радиолокационную группу аэродрома, и я сразу скажу, отключайте антирадар на вашем автомобиле, если он у вас есть, так как он будет пищать постоянно. В частности, из-за трехкоординатной РЛС 1Л117, которая работает в 10-см диапазоне, либо, что, кстати, наиболее вероятно, из-за 39Н6, она же Каста 2.2. Это подвижная трехкоординатная РЛС для наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома. Также на снимке можно наблюдать два радиолокационных высотомера по РВ-16 надежность. Так вот, после того места, где запрещена фотосъемка, проезжайте дальше к Новофедоровке, поворачивайте налево вдоль забора аэродрома, заезжайте до КПП мимо склада ГСМ, он будет по правой стороне, по правому борту, и поворачивайте направо, фактически там сразу за ним, напротив КПП. Едете до упора через самый центр и упираетесь в улицу Тимура Апакидзе. Я думаю, моим подписчикам объяснять, кто это, совершенно не нужен. Если не знаете, кто это, то отписывайтесь прямо сейчас. Там поворачивайте налево, едете до самого конца, где будет еще один КПП рядом с полигоном Нитка. Фактически вы будете находиться рядом с полигоном Нитка, но его очень плохо видно, там трава, забор, то есть его не получится как бы рассмотреть. Помимо этого, там будет и дыра в заборе, откуда, говоря по телефону, выходят летчики и другие люди, например, в черной форме. Тут очень удобно наблюдать за Су-33, Су-25 УТГ, но не делайте ни в коем случае, как я, не подходите близко к забору, так как слева находится КДП и вы просто-напросто будете нервировать караул. Спокойно стойте у ворот домов, которые тут же рядом находятся на этой дороге и снимайте сколько влезет. Кстати, прямо в этих домах сдают жилье, там прямо висят объявления, так что можно жить и смотреть на самолет. А смотреть есть на что. Если проехать дальше на юг вдоль забора, который затем закончится и граница с аэродромом будет обозначена отвалом всего лишь навсего, то можно будет обнаружить характерный холм, забравшись на который с телескопом, например, как это сделал я, вы сможете наблюдать за аэродромом во всей красе. И в частности можно заметить даже на видеозаписи с телескопа светотехническое оборудование Нитки. Либо находясь рядом с глиссадой, наблюдать как взлетают и садятся самолеты. Все, конечно, зависит от ветра. Идельное место для споттинга, да и вообще для того, чтобы пронаблюдать почти весь комплекс фигур высшего пилотажа, на который способен Су-30СМ. Взлетают они там приблизительно каждый час, в будние дни. И поверьте мне на слово, вживую все это наблюдать гораздо интереснее, чем на ютубе. Конечно, все это можно посмотреть где-нибудь на Максе или может кто-то из вас ездит в Армбара, но если вы хотите бесплатно увидеть фактически все то же самое, то рекомендую ехать в Сахки. В любом случае, проехав дальше, можно искупаться на абсолютно бесплатном пляже, но там достаточно много народу, поэтому тоже не рекомендую туда ехать. В любом случае, попутно вы будете наблюдать выступление многофункционального истребителя у себя над головой. Таких курортов, в принципе, в нашей стране больше нигде нет. И самое главное, с вас не возьмут за это ни копейки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 40-го отдельно командно-измерительного комплекса воздушно-космических сил РФ. Сама позиция находится буквально в 300 метрах от моря, объект действующий. Несмотря на это, я почти прошелся вдоль забора, снимал у КПП и мне никто ничего не сказал. Кстати, у КПП растет вишня очень вкусная и без ГМО, что очень важно. Ну и после такого долгого пути, конечно же, самое время освежиться. Где вы еще и скупаетесь с видом на один из самых больших радиотелескопов в мире? Конечно, только в российском Крыму. Вода прозрачная, как дома из-под крана приблизительно. Людей пару-тройку человек там трется местных, так что рекомендую. Однозначно, это лучший пляж в Крыму, на мой взгляд. Никаких понаехав, зазывал и, конечно же, все абсолютно бесплатно. Можно даже насладиться местной фауной в виде домашних коз. Только они молодые и глупые, по крайней мере, в тот момент, когда я там находился и снимал это видео, и могут укусить за палец, так что поосторожнее. В моем родном Крыму, конечно, еще много объектов, которые можно посетить, но точно нельзя пройти мимо одного. Это, естественно, главная база Черноморского флота в Севастополе. Есть там одно такое местечко, это сквер у памятника защитникам Первого Бастиона. В этом сквере оборудована удобная смотровая площадка, откуда можно пронаблюдать, конечно же, великий, ужасный 1164 Атлант, флагман Черноморского флота Ордена Нахимова, гвардейский ракетный крейсер Москва. Как раз напротив находится его причал. Я заранее, кстати, извиняюсь перед начальником караула, что ему пришлось ехать в этот самый сквер и просматривать отснятый мной материал, который вы, кстати, сейчас и видите, и просить его меня удалить. Я думаю, теперь начальник караула, я, кстати, даже не запомнил, как его звать, он так быстро представился, хотя и к силу показал. Начальник караула будет знать, что почти с любых цифровых носителей информацию можно восстановить, особенно если после удаления не было большого количества циклов записи-перезаписи. В любом случае, я ничего противозаконного не делал, так как таблички, что снимать нельзя, там в любом случае нигде нет. А вообще, начальник караула, конечно, очень вежливый мужчина, он не ругался, просто попросил меня удалить фото и видео, и в конце концов он ничего не сказал о том, что этот материал нельзя публиковать. В общем, это все не важно. Так сложились обстоятельства, что ко мне прибежал начальник караула, причем это все довольно интересно выглядело. Сам он подошел ко мне со спины, когда я снимал, я, в принципе, сразу понял, что он идет ко мне. А его водитель, они приехали на УАЗике, 21 регион, это Южный военный округ, да, насколько я знаю. Его водитель, он был по гражданке, он заставил его лезть по холму, по вот этому самому, к смотровой площадке снизу, он весь в мыле там просто вылез. Наверное, он думал, что я буду убегать вместе с телескопом. Конечно, крайне глупо, никуда я убегать не собирался, потому что ничего противоправного я не делал абсолютно. На территорию части я не проникал, что-то такое секретное, естественно, не фотографировал, потому что все, что секретно находится внутри кораблей, в любом случае, что подводных, что надводных. А все, что я вам сейчас показываю, это давно уже было сфотографировано. Просто я, конечно, с телескопом подобнаглел и заснял, например, моряка, который ходит там по палубе бака. Так что рекомендую вам, конечно, посетить эту смотровую площадку, в любом случае, пронаблюдать корабли воочию, особенно тем, кто никогда не видел корабли первого ранга, в особенности крейсер, это, в общем, завораживает. Помимо всего прочего, на тех снимках, видеозаписях, которые я вам продемонстрирую, можете наблюдать стражевик проекта 1135М «Пытливый». Конечно же, 11356 «Адмирал Григорович». Это звезда вообще телеэкранов и всех репортажей, которые проходят со времен начала конфликта в Сирии. Это самый ходовой корабль Черноморского флота, который наносит удары по наземным целям, высокоточным оружием. Большой противоложечный корабль проекта 1134Б с бортовым номером 753, это у нас «Керчь». Корабль, который уже, кстати, давно выведен из состава Черноморского флота, и дальнейшая его судьба, в принципе, на сегодняшний момент непонятна, но, скорее всего, в состав Черноморского флота он уже никогда не вернется. Большой интерес, конечно же, представляет подводная лодка проекта 877В «Палтус» и конкретно корабль Б-871 «Алроса», который находится на ремонте уже порядка, по-моему, трех лет, и можно пристально разглядеть все ее внутренности. Причем такие фотографии уже давно в сети были, может быть, не в таком разрешении, и видеозаписей вот таких с телескопа точно в сети не было. Можно, кстати, на этих видеозаписях рассмотреть сразу же, но что мне бросается в глаза, в первую очередь, конечно, мне бросаются в глаза, скорее всего, это емкости воздуха высокого давления. В любом случае, в комментарии призываются эксперты подплава, потому что очень интересно узнать, что вот на бортах нарисовано и что это означает. Я, конечно, догадываюсь, что это имеет отношение к устройству внутреннему, конкретно этого корабля, этой подводной лодки, дизель электрической, но мне бы все-таки хотелось более развернутый ответ. Если есть эксперты подплава, кто особенно работал на таких ремонтных заводах, а может быть, даже конкретно на этом работает, то было бы интересно, конечно, услышать, что подразумевается, что нарисовано конкретно. В целом, конечно, можно также отметить, что очень хорошо заметно на снимках, например, водометный движитель. Ну, в общем, особо я рассказывать, конечно, сейчас не буду, потому что это не обзор 877 проекта Палтуса. В любом случае, очень рекомендую посетить вам это место, а также, конечно же, посетить экскурсию, например, на катере. Вас прокатят по бухте, где можно будет все сфотографировать, вообще столько, сколько он влезет на флешку. Например, естественно, я не упустил такую возможность и сфотографировал-то варшавянка корабль Новороссийск. Можно заметить, например, как мужики кидают на него обмотку, на фотографиях очень хорошо это видно, для последующего размагничивания. Смею предположить, что, скорее всего, скоро в поход собирается корабль. В общем, там можно увидеть еще много чего интересного. Обо всем, наверное, очень долго можно рассказывать. Основные вещи я вам рассказал. Это те места, которые, я считаю, нужно вообще обязательно посетить. Обязательно посетить. И вообще всех приглашаю в Крым на поиски аннексии, оккупации, ну или хотя бы пары человек, которые говорят на украинском языке. Ну или, например, с украинским акцентом, как я. Так что всем удачи, все свободны. И самое главное, самое главное, не теряйтесь в этой жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...